Друзья мои, сегодня я хочу делиться словом и хочу просто, чтобы наши сердца, они были открыты для Него. И как я говорил несколько служений назад, что Господь, Он как добрый, как добрый горшечник, как добрый Папа, Он лепит, Он созидает нашу жизнь, чтобы мы с вами, как Его сосуды, добрые сосуды, и чтобы Он мог приготовить, очистить нас, и чтобы Он мог влить туда свое драгоценнейшее миро, свое присутствие. Аминь. Чтобы мы могли являть Его присутствие и являть Его славу там, где мы находимся, и где бы Он нас не поставил, чтобы мы могли совершать Его работу здесь, на этой земле. Сегодняшнее служение, сегодняшняя проповедь называется таким образом «Вера, дающая жизнь». «Вера, дающая жизнь». Первое местописание, которое я хочу прочитать, это послание к римлянам, 1 глава, 17 стих. И здесь прежде, до этого, апостол Павел неоднократно, он повторяет, он говорит о благовествовании, он говорит о важности благовествования, и он говорит, что я не стыжусь благовествования, потому что это очень важно, это ценно. И дальше он подводит такой некий итог, он говорит, в нем, в этом благовествовании, открывается правда Божия. Божия, правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, друзья мои, в нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Вера – это то, что приносит жизнь в мою жизнь. Вера – это то, что приносит жизнь в мои живые взаимоотношения с Богом. Потому что я верю, что взаимоотношения с Богом, вера в Бога – это не просто некая религия. Это живые взаимоотношения с Богом, которые наполнены его жизнью. Вы помните, когда Господь сотворил человека, что Он сделал? Он вдохнул свой дух. Он вдохнул жизнь. Так вот, любая форма, какая бы она ни была красивая, религии или вероисповедания, если там нет живых взаимоотношений с Богом, то это мертво само по себе. Нам необходима жизнь. Жизнь, которую дает Бог, который совершает Бог в нашей жизни. И это очень важно. Посмотрите, друзья мои, я хочу, чтобы мы посмотрели, посмотрели на определенные вещи в жизни. Потому что вера – это основа. Верующий человек, как верующий человек может быть без веры? Оно бессмысленно само по себе. Аминь. Вера – это важнейшая составляющая христианской жизни. Я хочу сегодня, чтобы мы с вами посмотрели, потому что даже в научных кругах, прежде чем, допустим, какой-то ученый, он отстаивает какую-то свою теорию, или человек, который защищает какую-нибудь докторскую диссертацию, есть такая вещь. Давайте сначала договоримся о понятиях. О понятиях. Почему? Потому что, ну, в принципе-то, само понятие, оно как будто бы само за себя и говорит. Но нет же. Потому что у каждого человека есть свое понятие, свое мировоззрение, свой взгляд на те или иные вещи. Так вот, друзья мои, я сегодня хочу поговорить о вере, и именно о вере Божьей. Потому что мы видим, что Иисус сказал, Он сам сказал конкретно в Евангелии от Марка, Он сказал, имейте веру Божью. То есть, когда Он сказал это, значит, Он четко понимал, что есть другие типы веры. Их полно. И очень часто за верой Божьей скрывается суеверие, страхи, и какие-то вещи из детства, которые там кто-то наложил, кто-то наговорил в твою жизнь, обстоятельства, которые сформировали образ о тебе же самом. И очень важно, чтобы мы с вами могли смотреть в Слово Божье. Почему? Потому что вера Божья, она приносит реальную жизнь в мою жизнь. Это то, что насыщает. Аминь. И я хотел бы посмотреть на определенные вещи с вами. Когда-то Архимед сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Каждому из нас нам нужна опора. Каждый из нас, посмотрите, что сегодня ищут люди. Люди ищут стабильности. Люди ищут некого постоянства. Как в принципе можно найти стабильность в нестабильном мире? Никак. Нереально. Это лишь иллюзия. Понимаете, что люди хотят найти некую стабильность, потому что стабильность может быть лишь в Боге. Аминь. И нам очень важно, чтобы мы проследили определенную цепочку, определенную аналогию, и чтобы мы понимали, чтобы у нас было здравое понимание тех вещей. Вера, которой я сегодня апеллирую, с которой я сегодня живу, что это за тип веры? На самом ли деле это Божья вера? Или эта вера, она несет что-то другое? Давайте мы с вами посмотрим. Посмотрите Евангелие от Луки 4, глава 4 стих. Слова Иисуса. Вы помните, когда Он был введен Духом в пустыню, когда Он постился 40 дней, и когда к Нему пришел дьявол и искушал его, и мы видим, Иисус сказал в ответ дьяволу, Он говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Но всяким словом Божьим. Понимаете, я хочу сегодня, чтобы мы с вами увидели четкую и ясную картину, на чем созидается вера Божья, каким образом вера Божья, как я могу понять, что за вид веры присутствует в моей жизни. Потому что вы посмотрите, вообще Библия Бог, Он вообще, Он конкретный. Аминь. Он не живет в какой-то иллюзии, Он дает четкое понимание каких-то вещей. Он говорит, что не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иногда мы с вами можем жить в иллюзии. Ну вот, касательно меня. Я иногда могу жить в иллюзии. То есть мне вот, я помню, я жил реально в иллюзии, я думал, что все люди, которые ходят в церковь, и все люди, которые называют себя верующими людьми, они читают Библию и молятся. Но спустя некоторое время я понял, что это иллюзия. Это вообще не говорит, человек может сходить в церковь, и не факт, что он читает Библию и вообще молится. Вообще не факт. Вы понимаете, некоторые вещи в моей жизни, я думал, они очевидны. Они очевидны так же, как для меня, очевидны для всех. Ну, например, прощать надо. Они очевидны для всех. Спустя некоторое время я понял, это иллюзия. То, что очевидно для меня, не факт, что очевидно для другого. Так вот, Бог, Он не живет в этой иллюзии, и Он не призывает нас жить в этой иллюзии. Он говорит, что люди, они сегодня ищут, что их будет насыщать. Они ищут каких-то отношений, они ищут там хорошей жизни, какого-то там непонятных вещей. А Он говорит, Он еще в Ветхом Завете, Он обращался, и Он говорит, есть вещи, которые не насыщают. Он говорит, вы можете даже работать для дырявого кошелька. То есть, по факту, ты работаешь для того, чтобы заработать деньги, а по факту, оп, а там ничего нет. И, как говорится, даже врагу не пожелаешь, да? Ну, кому пожелаешь, чтобы человек работал там, не знаю, три месяца, например, а ему не выплатили заработную плату? Ну, неохота. Никому неохота так работать, никому неохота быть в таких проектах вовлеченных, что ты, оп, и остался. То есть, а часто так бывает, человек вроде бы и получил деньги, а денег-то нет. Нет. Почему? Потому что он хочет быть сытым этим. А Бог говорит, что всяким словом, исходящим из уст Божьих. Итак, вера Божья, она созидается только на слове Божьем. Только на слове Божьем. Аминь. То, о чем говорит Библия. Я искренне рад, что вы сейчас находитесь на собрании, вы слушаете, как я проповедую, но для меня, как для пастора, очень важно, чтобы ваша жизнь утверждалась на вами изучаемом слове Божьем. Если твоя жизнь созидается на ютубе, на новостях, еще на каких-то вещах, поймите, вообще не факт, что это вера Божья. Очень часто люди могут жить в иллюзии. Посмотрите, он говорит слово Божье. Что он говорит дальше? Посмотрите, Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вы можете увидеть определенную параллель. Бог четко складывает все это. Это четко очевидная картина в Писании. То есть мы видим, что он говорит словом Божьим. И он говорит, «Итак, вера, вера, настоящая вера Божья, которая дает жизнь». Что он говорит? «Приходит от слышания, от слышания, от слова Божьего». 10 глава, 17 стих, послание к Римлянам. Вера Божья не приходит никак, поймите, другим путем. Она приходит только так. Иногда люди думают, что они живут в вере, при этом не получая плодов, которые приносит истинная вера Божья. Живут в каком-то... Послушайте, вера может быть провоцируема всем, чем угодно. Она может провоцируема страхом, разочарованием, чтобы не случилось в моей жизни этого, чтобы еще что-то. Люди могут... Она может инициирована любыми другими вещами. Но вера Божья она проявляется в нашей жизни только через Слово Божье. Аминь. Слава Богу. Посмотрите, он говорит, итак, вера от слышания от слышания от Слова Божьего. Аввакум во 2 главе в 4 стихе он говорит, вот душа надменная не успокоится, а праведный Своею верою жив будет. Аминь. Душа надменная не успокоится. Здесь, послушайте, я сам живу, я сейчас только вам говорил, вот мы сейчас, у нас ожидания, у нас ожидания, у нас впереди Рождество. Я хочу, чтобы мы с вами поставили елку там возле церкви, большую елку, и чтобы мы радовались, чтобы люди в этом районе могли приходить, фотографироваться, радоваться, быть с детьми. Классно, супер, у нас полно ожиданий, у нас полно мероприятий, которые мы делаем, но при этом очень важно понимать, что внутри присутствует мир Божий, ты не суетишься, он говорит, душа надменная, она не успокоится. Надменный человек, а праведный, он говорит, верою жив будет. Почему? Потому что его вера, она дает жизнь, она дает умиротворение, она дает полноту, это то, что насыщает. Я хочу посмотреть с вами сегодня на некоторые вещи. Итак, Божий тип веры, он говорит, имейте веру Божью, это Марка 11, глава 23 стих, через что он приходит, каким образом это проявляется. Мы поговорили только через Слово Божье. Каким образом? Вера Божья. Посмотрите, друзья мои, вместе со мной второе послание Коринфянам, 4 глава 13 стих. У нас много сегодня с вами событий, поэтому я немножечко ускоряюсь. 4 глава 13 стих. Посмотрите, давайте. Он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим. Смотрите, что он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, вера Божья, она не формируется, формируется и не зависит от того, что ты видишь сейчас своими глазами. Вера Божья не зависит от тех диагнозов, которые тебе выписали врачи, от тех обстоятельств, которые находятся в твоей жизни. Вера Божья, она говорит, несмотря на обстоятельства и даже впереди, если впереди тебя, нет никакого просвета. Он говорит, но имея тот же дух, веры, вера Божья, поймите, вот именно в этом проявляется вера Божья, потому что сегодня мы часто, мы хотим видеть какие-то, так сказать, факторы, которые помогают мне верить в то, что будет скоро. Знаете, нам часто, очень часто нам хорошо уже там говорить или радоваться, когда все свершилось, но вера, она не такая. Вера, она говорит тогда, даже когда вообще ничего не произошло. Что-то здесь тишина такая. Хорошо, мыслительный процесс идет. Но это вера Божья. Вера Божья, она проявляется именно таким образом. Понимаете, вера Божья, она исходит изнутри, она основана на слове Божьем, на то, что Бог говорит о тебе, не на обстоятельства, которые ты видишь сегодня. когда евреи перешли через Черное море, Мариам взяла бубен и начала танцевать. Понимаете, друзья мои, все могут танцевать, когда уже все случилось. очень хорошо говорить о победе и свидетельствовать о победе, когда все произошло. А когда ты еще в процессе? Вера, она говорит, даже тогда, почему? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Поэтому я и говорю, я говорю это в твою жизнь, я говорю это в жизнь церкви. Если ты на сегодняшний день, может быть, еще не до конца веришь, что Бог не закончил с твоей жизнью, что Бог еще не все совершил в твоей жизни, так значит, я буду за тебя говорить. Я буду говорить это в твою жизнь, что у Бога еще большие планы на твою жизнь. Я буду говорить это в свою жизнь, в жизнь своей семьи. Я буду говорить это и исповедовать в твою жизнь, в жизнь церкви. Потому что вера, она не зависит. Знаете, сегодня, классно там сегодня наслаждаться. Вот, пожалуйста, семья сейчас, которые выходили и говорили об Адвенте. Классно, но еще 7 лет назад их не было как семьи. Все было разрушено. Они были лишены родительских прав. Все было наглухо разрушено. Сегодня классно смотреть, радоваться, хлопать в ладоши, говорить, Аллилуйя, классная семья. Но если бы не Бог, то там бы ничего не было. Послушайте, но Бог еще не закончил. Что-то так слабенький это. Я понимаю, что это касается каждого из вас, каждого из нас. Каждый из нас мы можем свидетельствовать. Пожалуйста, у нас есть масса семей. Вчера также семья была на служении. Сегодня я знаю такие семьи есть, которые несколько лет, на протяжении нескольких лет не могли забеременеть. И врачи говорили, нет, вы не можете иметь детей. Но сегодня это чудо кричит. Аминь. Оно кричит громше, чем заключение врачей. Аминь. Поэтому вера, она говорит даже тогда, когда не видит никакого выхода. Аминь. И это именно вера Божья. Каким образом проявляется вера Божья? Когда твоя вера, она акцентируется, повторюсь еще раз, не на том, что ты видишь, а на том, что Бог говорит в твою жизнь. Аминь. И он говорит, но имея тот же дух веры. Что значит тот же дух веры? Тот же дух веры, которым Бог создавал эту землю. Тот же дух веры, которым Адам когда-то принес первую жертву. Тот же дух веры, которым Авраам вышел из ура Халдейского. Тот же дух веры. Я просто хочу обратиться к каждому из вас, чтобы вы взяли дома и досконально проработали 11 главу послания, к евреям. Там говорится о героях веры и там говорится, что вера помогла им сделать в их жизни. Потому что сегодня некоторые люди думают, что вера лишь для того, чтобы в холодильнике были продукты. Ну, послушайте, вера это гораздо больше Божья вера, она реально это как рычаг, который переворачивает любые обстоятельства. Аминь. Посмотрите, друзья мои, он говорит, имеет тот же дух веры. Что он говорит евреям, 11 глава 6 стих. Он говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. То есть, мы все через веру ищем угождение Богу. вот каким образом мы можем точно знать, что и в моей жизни есть наличие именно Божьей веры. Потому что Божья вера ищет угождение Богу. Не мне, не себе самому, она ищет угождение Богу. Аминь. Это очень важно. Важно, чтобы мы понимали. Посмотрите, друзья мои, вера это не манипуляция Бога. Вера это то, что угождает Богу. Это то, что ищет Его лица. Мы не зарабатываем Божье благоволение. Ну, как говорится, давайте будем мудрыми. Мы не можем заработать Божье благоволение. Его больше, чем достаточно. Библия говорит, тот, кто даровал нам Сына Своего, как с Ним не дарует нам и всего. Нет, этого достаточно. Все, это все. Но мы ищем угождение Богу из-за нашей любви к Нему. И для меня, как для отца, мне приятно, когда дети, они делают какие-то добрые вещи, добрые поступки, когда они отражают какими-то своими поступками. У меня один из сыновей вчера подарил маме цветы. Просто, просто взял без всякого события, без всяких, просто подарил. Я не то, чтобы стал Его больше любить. Я Его и так люблю. Но мне приятно. Мне приятно. Понимаете? Почему? Потому что мы ищем угождение. И я не Бог, ни в коем случае. Да, я не претендую на то, чтобы отражать все Его понимание. Он гораздо больше, чем я. Но при этом мы ищем угождение Ему в наших поступках, в наших даяниях. Потому что очень часто на самом-то деле человек в даянии не факт, что он ищет угождение Богу. Очень часто люди дают, неверующие люди покупают там, какие-то загружают там в детские дома сотнями и миллионами тысяч рублей для того, чтобы сделать более спокойной свою совесть. Там вообще не говорится о вере в Бога. И это делается не для Бога. Это делается, чтобы успокоить себя. Не, мы-то, конечно, так не делаем. Это я такой. Вы, вы не такие. У меня сколько раз было такое, что я стоял где-то и рядом со мной люди жертвовали, а я хотел пожертвовать, но у меня не было этих денег и я ловил себя на мысли, что это не то, чтобы мне стыдно сейчас перед Богом. Мне стыдно перед людьми. Понимаете? Что они-то дают, а я не дал. Вот такая вера, это не Божий тип веры, потому что Божий тип веры ищет, как угодить Богу. Аминь. Посмотрите, друзья мои, что мы видим. Бытье, 4 глава, 3 стих. Первое жертвоприношение, да? Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородного стада своего и оттука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И очень многие люди рассуждают. Это говорит о том, что значит Господу от земли не угодно, а вот жертва вот эта, она более угодна. А автор послания к евреям очень четко дает нам пояснение и разъяснение. В 11 главе послания к евреям 4 стих он говорит, верою Авель принес Богу жертву лучшую. Верою, потому что вера Божья она ищет как угодить Богу. Аминь. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Поэтому вера она ищет угождение Богу. Она ищет на самом деле она характеризуется именно этим. Чем еще характеризуется вера Божья? вера Божья ведет тебя к изменениям. Скажите вместе со мной изменениям. Если в твоей жизни ничего не меняется, если ты не пересматриваешь никаких вещей в твоей жизни, Библия говорит, святой доосвещается еще. Хорошо, когда некоторые люди пришли, там им кто-то сказал, вот это делать неправильно, вот это делать неправильно, кто-то попал в центр, им там сразу выдали заключение, то есть как жить, во сколько вставать, что надо делать. Я пришел к Богу и ходил какое-то время в церковь, ходил и при этом курил. Спустя некоторое время я вдруг понял, слушай, это неправильно. Глупо было бы, если бы я ходил до сегодняшнего дня в церковь и курил. Что-то не так было бы со мной, понимаете? То есть вера Божья, она всегда ведет тебя к изменениям. Есть некоторые вещи, в которых ты меняешься, которые ты спустя некоторое время, ты видишь, что это неправильно, и ты начинаешь жить по-другому. Аминь. Ради угождения ему. Потому что мы сказали, вера это то, что стремится угождать Богу. Посмотрите, друзья мои, Евангелие от Луки 22 глава 41-42 стихи. Четко мы видим, как это проявлялось в жизни Иисуса. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился и говоря, Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И мы возвращаемся к пункту выше, потому что все равно воля Божья ищет угождение Богу, не себе, не то, что угождает мне, не то, что сегодня комфортнее мне, а то, что угождает Ему. И это всегда ведет меня в изменения, в освящение. Аминь. Шаг за шагом, день за днем. Поэтому вот именно таким образом характеризуется вера Божья. Аминь. Смотрите, друзья мои, что мы видим? Мы увидели, интересно, что каждый из нас мы ищем точку опоры. Мы хотим, но опора это Бог, который приходит в нашу жизнь через свое слово. Поэтому то, что сказал когда-то Архимед, дайте мне точку опоры и я переверну землю, на самом деле это и есть, что его слово, Бог посредством своего слова. Потому что помните, Иисус, Он разговаривал с фарисеями, Он обличал их, Он говорит, вы, говорит, изучаете Писание в надежде через Него иметь жизнь вечную. Но оно свидетельствует обо мне. Оно свидетельствует обо мне, о моем сердце, о том, что я хочу для вас, как я хочу, чтобы вы жили, что бы вы делали, чтобы вы могли следовать за Мною, Господь говорит. Аминь. Чтобы вы могли познавать меня. И в этом-то и есть вера, когда на самом деле, когда ты способен перевернуть те обстоятельства. Смотрите, ты, может, скажешь, откуда ты это взял. Я тебе прочитаю. Первая Иоанна, пятая глава, четвертый стих. Говорит, Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияясь победа, победившая мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Вера. Верой ты получаешь победу. Верой ты проходишь какие-то обстоятельства. Верой мы с тобой способны исполнить волю Божью. Мы с тобой способны исполнить личностное повеление для нас в нашу жизнь. И повеление, как для нашей церкви, мы способны только через веру. Потому что вера – это основа верующего человека. А уберите веру, и смысл во всем этом меняется. Пропадает какой-либо смысл. Понимаете, вера в живые, живые взаимоотношения с Богом. Итак, что еще? Каким образом характеризуется вера Божья в моей жизни? Вера Божья – это мост в жизнь чудес. Это мост в сверхъестественную жизнь. Аминь. Это вера Божья. Вера Божья, она не успокаивается на том, как все есть. Почему мы с вами прочитали, но он говорит, но имея тот же дух веры, я веровал, потому и говорил. Тот же дух веры. Как дух веры, вот человек имеет дух веры или не имеет? Как его со стороны даже можно различить? Вот обратите внимание, допустим, человек молится за насморк против насморка в жизни какого-то человека, и этот же человек молится за рак против рака или за туберкулез. Чувствуете, даже форма молитвы меняется. Но вера, для нее же нет разницы, какая болезнь. Почему? Потому что вера созиждется на том, какой Бог, а не какая болезнь. И тогда разницы нет, какая болезнь, потому что для Бога что насморк, что ВИЧ, что рак, что туберкулез, что сахарный диабет, не имеет значения вообще никакой разницы. Понимаете, и это мост в сверхъестественное. Почему? Потому что ты не молишься из страха, потому что из страха ты ничего там не победишь, там нет моста в сверхъестественное. Понимаете, вера Божья она ведет тебя в новый мир, в новые взаимоотношения с Богом, когда ты свою жизнь строишь просто спокойно, как Бог еще сказал в Ветхом Завете, еще в Салмах, Он сказал, Он послал Слово свое и исцелил болезни их и избавил их от могилы. И в принципе все равно. Понимаете, иногда люди готовы верить за ту ситуацию в семье. Слышали, когда-нибудь такие, ну, нам уже никто не поможет. Вот когда типа еще теплится надежда на взаимоотношения в семье, значит, Бог здесь может сработать. А вот ну, у нас уже так все совсем плохо, нам. Это мой папа говорил в отношении меня, Наташи. Он говорил, Наташа, ему точно никто не поможет. Кому, кому? Наташин брат, мой близкий друг. Он говорил Наташи, когда она молилась за меня, она говорила, он говорил, молиться можно хоть за кого? Ну, не за Ваську. Ему точно никто не поможет. Почему? Потому что гораздо легче молиться, когда у тебя более-менее что-то осязаемое. Ну, послушайте, для Бога нет разницы. Для Бога Он там, где живые кости приходит жизнь. Там, где сухая пустыня, она способна превратиться в цветущие сады. Аминь. Это не имеет значения, потому что Божий тип веры, Он именно и показывает, характеризует именно об этом. Посмотрите, интересно, да? Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Помните эту историю, когда даже Иисус удивился вере. Услышав сию, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, истинно говорю вам и в Израиле не нашел я такой веры. Вот он. То есть представьте, люди так заверились, что они даже Бога удивили своей верой. Так заверились, что Господь уже привык, что вот в Израиле все верят вот так. А что он плотник? А тут такой человек говорит, да ты просто Господи, скажи слово, я не достоин, чтобы ты пришел в дом мой. Просто скажи слово и выздоровеет слуга мой. Иисус говорит, о-о-о, я, ты в Израиле не нашел такой веры. Почему? Потому что эта вера это мост сверхъестественная. Мне нравится, как некоторые переводы, в частности армянский перевод Библии. Он говорит именно так, что вера это невидимая рука, которая берет вещь из невидимого мира с небес и помещает в видимые. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. вера. Вот оно, что этого не видно было. Потому что, да, вера, вера Божья, она сама по себе для людей, для многих, она выглядит абсурдной. Потому что она верит за то, за что другие не способны верить. Вера, она способна делать такие шаги, которые часто не принято делать. как, допустим, в одной семье, человек болеет, люди приходят с сожалением такие, о да, у вас тяжело, да, да, рак, да, болезнь, да. Вера Божья, она способна делать нестандартные вещи. Ребят, давайте отсюда, давайте. Нам не нужно вот это сожаление. Нам нужна вера, вера Божья. Аминь. Почему? Потому что, да, вера, она нестандартна, она выглядит не так, но она приносит вот эти Божьи, Божьи чудеса на землю. Аминь. Это очень важно. Еще одна часть, о которой я хочу сегодня с вами, я не могу не сказать о ней, хочу так же, я бы о многих вещах, повторюсь еще раз, каждый из этих пунктов, о чем мы с вами говорим, достоин многих часов о том, чтобы мы с вами общались, молились об этом. Но я хочу еще об одной части упомянуть. Очень важно, чем и как характеризуется вера Божья. Потому что только вера Божья дает жизнь. Праведный верою жив будет. Именно вера Божья. Это очень важная часть. Вера Божья характеризуется верностью. Верностью. То есть, если в твоей жизни верность не возрастает, как Писание говорит, от веры в веру, от славы в славу, как от Господня Духа. Если не возрастает, то это не вера Божья, это земная, бесовская, душевная. Или наоборот земная, как Библия говорит, душевная, бесовская окончание. Это вера, которая может соседаться на всем, что угодно. Гороскопы, суеверия, страхи, предрассудки. Но там нет Бога. Потому что Библия говорит, что это бессмысленно. Ну, хотели бы вы иметь такого пастора? Каждый из нас, мы хотим иметь верных людей рядом с нами. Да? Или нет? Верного мужа, верную жену. Да или нет? Или бы вы хотели лучше иметь пастора, который молится, там, все происходит, за что он молится, но дома у него, с женой у него вообще никакой верности по отношению к вам. Хотели бы? Я лично нет. Послушайте, потому что не всегда за этими вещами, даже за какими-то ярко выраженными чудесами стоит Божий Дух. Друзья, я видел это в жизни, я вижу это в Писании. помните Моисея, который делал чудеса Божьи, при этом фараон призвал магов, волхвов, чародеев, и они делали то же самое, но там вообще не было Бога. Я видел сегодня это, многие люди, многие верующие люди, многие служители, они обманываются таким образом, они молятся, человек исцеляется, вау, слава Господу, они молятся, человек исцеляется, спустя некоторое время они начинают жить недостойной жизнью верующего человека, но при этом они продолжают молиться, а человек исцеляется, они думают, вау, супер, значит Бог закрывает глаза на мою неправильную жизнь, да нет, дары и призвания Божьи не приложены, очень часто эти чудеса, которые происходят в жизни других людей, это вообще не из-за тебя, а из-за него, из-за него, нет, вера Божья, она обязательно проявляется в верности в твоей жизни, в верности по отношению к Богу, по отношению к твоей жене, по отношению к твоим детям, по отношению к твоей церкви, по отношению к тем людям, которые с тобой работают на работе, в бизнесе, еще в каких-то вещах, то есть люди, которые могут на тебя положиться, люди, которые не ожидают удара какого-то в спину, подыхла, или еще какие-то, это люди, в жизни которых верность возрастает, аминь. Я помню, однажды я был на одном служении, и там служил один человек, и в конце служения он сказал, сегодня на служении я хочу молиться за каждого, кто находится здесь, кто хочет принять эту силу и помазание, которое есть в моей жизни, я охотник за помазанием, я это то, что я сильно ценю, для меня это очень важно и ценно, я очень часто готов проделать тысячи и тысячи и часы перелета просто, чтобы попасть, то есть я готов платить цену за это, но это одно из, одно единственное служение, и те люди, которые меня привезли на это служение, они говорили, иди, пускай он за тебя помолится, я говорю, нет, ты чего, говорит, иди, это не так часто бывает, я говорю, нет, он три или две недели назад официально заявил, что он развелся с женой, оставил троих детей, нет, я не пойду, а вдруг и это на меня передастся, у меня тоже трое детей, нет, я не хочу, потому что для меня вера, верность, это корень, аминь, верность, вот как, каким образом отражается в твоей жизни вера Божья, потому что вера Божья, она приносит в твою жизнь Божью природу, в мою жизнь Божью природу, какая Божья природа? Второзаконие, седьмая глава, девятый стих, и так, знай, скажите вместе со мной, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, Бог верный, Бог твой, да, в моей жизни были разные ситуации, разные обстоятельства, были такие вещи, когда я делал недостойные поступки верующего человека своего звания, единственное, что мне всегда помогало и спасало, я знал, что Бог верный, Он верный, и Он хочет, чтобы в моей жизни также проявлялась Его природа, аминь, верность, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Бог, Он верный, и Он хочет, чтобы в твоей жизни, в моей жизни реализовывалась Его верность, поэтому Он и говорит, Матфея 25, глава 23 стих, Господин Его сказал Ему, хорошо, добрый и верный раб, хорошо, добрый и верный раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Многие люди, то, о чем сегодня пастор Антон говорил, что Бог доверяет маленькие вещи, если мы даже говорим о финансах, многие люди, они не имеют того, чтобы они могли бы сегодня иметь, почему? Потому что они даже не могут быть верными в распоряжении того, что Бог сейчас-то доверил. Они неверны в плане своего бизнеса, в плане семьи, в плане еще каких-то. Бог хочет ввести нас в более глубокие воды, глубокие взаимоотношения. Аминь. Он говорит, верный в малом. Жди, жди, жди этого. Бог обязательно поставит тебя надбольше. Обязательно. Аминь. Это неизбежность, потому что это Его обетование, это Его благословение. Притча 28 глава 20 стих говорит, верный человек богат благословениями. Аминь. Богат благословениями. Верность. Не надо, не надо обкрадывать никого, ни людей, ни тем более Бога. Нужно проявлять свою верность. Являть свою верность. Аминь. Вера. Вот таким образом вера Божья, она проявляется в жизни. Поэтому Писание говорит, праведный верою жив будет. Вот такая вера. Такой Божий тип веры. Он дает жизнь. Он приносит жизнь, приносит полноту. Аминь. Я хочу попросить вас помолиться. Аминь. Господи, мы молим Тебя, и мы благодарим Тебя, Боже, за Твое слово. За Твое слово. благодарим Тебя, Господи, что сегодня Ты служишь Духом Твоим. Ты совершаешь, Ты созидаешь наши жизни. Ты лепишь жизнь каждого из нас, Боже. Боже, мы благодарим Тебя и мы отдаем Тебе и только Тебе всю славу, честь и хвалу. Наш драгоценный Бог. Благослови каждого из нас, Боже, просто, чтобы мы могли смотреть внутрь себя, чтобы мы могли на самом деле понимать и осознавать, что мы движемся Тобою, живем Тобою, что мы имеем веру Божью. Благослови каждого из нас, утверди нас в Тебе, Боже, чтобы мы были теми людьми, которые несут Божий, несут Твою славу по этой земле. Благослови, Господи, чтобы мы на самом деле понимали и осознавали, что Твоя вера, она созидается на слышании Твоего Слова. Твоя вера, она говорит в те обстоятельства, даже которые сегодня не видят никакого просвета. Твоя вера, она ведет обязательно нас к изменениям. Твоя вера, она ищет обязательно, чтобы угождать Тебе. Твоя вера, это мост сверхъестественная. Твоя вера, она делает нас верными людьми, верным Твоим народом. Во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет Аминь. Аминь.